МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании «Гомель». У студии працуе Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуску. Наступный этап – боротьбы за педпроцессом. У Гомельской области сегодня началась вакцинация от коронавируса. У интересах человека працы правсоюзы региона накируют на Усебелорусский народный сход 65 делегатов. Заховать мгнение у Гомеля открылась выстава репортажной фотографии. А зараз об этом и иншим больше подробязна. У Гомельской области сегодня распочалась вакцинация от коронавируса. Поступила первая партия, которая наличивает 4365 доз. В первую очередь иммунизация предугледжена для медицинских работников. В ближайшие тэдни прищепки от коронавируса станут доступными и для инших категорий насельництва, которые входят в группу «Рызыки». Дмитрий Котов протягнет. Новая вакцина размиркована по 5 регионах. Это Мазырский, Калинковицкий, Ветковский и Шаршерский районы, а так само город Гомель. У ближайшие тэдни шакаются шарговые парты, которые будут размиркованы у иншие территориальные центры в области. Учитывалась еще логистика доставки самой вакцины, потому что транспорт требуется специализированный. При доставке вакцины используется сухой лед, поэтому выбирались пока эти регионы. Медицинские работники, которые будут проводить вакцинацию, прошли специальное навучание. Необходную проверку прошло так само холодильное обсталявание. Вакцина специфичная, ей необходимо заховывать при температуре минус 18 градусов. В Гомельскую область поступили при шепке российской вытворчасти с подорожник ВИИ. У сего 4365 доз. Вакцина прошла к клиничной выпробовании. По словах специалистов, добро себя безрекомендовала. Иммунизация продуглеживает двухдозовый режим. После первого введения необходимая полторная, празд 21 день. По словах ректора Гомельского медуниверситета Игора Стомы, это инновационный подход, который успел подтвердить свою эффективность. Игорь Стома, до речи, разом с головным санитарным урачом в области Сергеем Белым, пришепился одним из первых. Каже, сомнения не возникало ни разу. Тот вектор, в который введен генетический материал коронавируса, это безопасный вектор. Он не в состоянии навредить пациенту, который получает данную вакцину. Что еще очень важно подчеркнуть, на сегодняшний день именно этой вакциной проводится массовая иммунизация в России. И по тем данным, которые мы имеем, риск тяжелых нежелательных явлений минимален на сегодняшний день. Однако медики означают, супрось показаний для вакцинации от коронавируса иснують. Это в первую чергу в острая фаза захворывания на респираторные инфекции. Так само нельзя делать при шепке, когда человек только перехворил коронавирусом в тяжкой форме. Перед процедурой медики должны обовязково оценить стан здоровья. Масса идет звонков, и вот ко мне на прямую линию, и на личный прием граждан, когда наши граждане города Гомеля интересуются, да когда же вакцина будет доступна для всех. Поэтому в этой связи я хочу сказать, что сейчас, чтобы те граждане, которые желают уже сейчас привиться от коронавирусной инфекции, более того, ряд руководителей предприятий, которые волнуются за свои коллективы, с такими обращениями поступают. Поэтому, коль нам первая партия вакцины поступила, и в последующем поступят все остальные партии, поэтому ориентир – это, пожалуйста, территориальная поликлиника по месту проживания, отделение профилактики. Обращайтесь с заведующим отделением, профилактики вас запишут в лист ожидания, скажем так. После иммунизации медиков на Чарзе – наставники. У свободном доступе для насельництва вакцина по ориентованных терминах Министерства охоты здоровья заявится у красавику. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Подтримать ускладанный час и выказать подяку. Гомельская епархия уручила узнагороды медицинским супрацовникам за их укладу боротьбу с коронавирусом. За самоданную працу и высокий профессионализм 18 урачов и медработников отримали грамоты и медали про подобные манефы Гомельской. «Поначалу было тяжело. Проводили больше времени с 8 до 8 на работе в ковид-бригаде. То есть работать было очень тяжело. Постепенно все втянулись, наладили работу, разделили обязанности между собой. Поэтому сейчас гораздо легче работать. Сейчас врачи в ковид-бригаде где-то до 4 и уже дома свободны». «Работа трудная, тяжелая. Очень много трагических, печальных вещей. Бывают и радостные моменты, когда пациенты неожиданно начинают выздоравливать для всех. Тяжелый момент общения с родственниками пациентов, для которых это всегда очень бывает. Горько, тяжело увидеть и слышать, как тяжело болеют их родственники. Приятно видеть, как самоотверженно и героически, можно сказать, заработают наши коллеги, сестрички, санитарочки». В медицинах это особливая сфера, где важными изъявляются не только профессийные веды и умения, але и моральные якости человека. Ставление медработника до пациента так само оказывает лечебный эффект. В минулом году на медиков легла беспрецедентная нагрузка, которая часом вела до профессийного выгоранья. Тому так важно подяковать и подтримать героев у белых халатах, зародить их энергией и силой для далечения большейшей братьбы с пандемией. «Выделить людей, поблагодарить, что они спасают человеческой жизни, я считаю, это самое необходимое, чтобы поднять моральный дух человека. Потому что и врачи, и медперсонал тоже выгорать могут. А вот когда мы все объединяемся и благодарим их, мы им придаем вот эти физические и моральные силы дальше бороться с этим недугом и дальше отдавать свою частичку сердца людям, которые болеют, которые ждут их помощи». Удосконаление системы социального партнерства, годное узнагороджение працующих и мягчимости для перенавучения работников. С такими прайоритетами на 6-й Усебелорусский народный сход едут представники профсоюзной организации. За одним из них старшиней Гомельского районного обедания Лариса Леглик погуторила наш корреспондент Гомельский район Лариса Леглик ведает добро. Педагог по профессии, она працевала в Уродской средней школе, была наместником директора и курировала профсоюзную первичку. Потом стала керавником районного профсоюза работников эдукации и навуки. Праз 10 годов узначалила Гомельский районный профсоюз. До Всебелорусского народного схода она добро подрыхтованная, хоть едет туда в першиню. А последние три месяца Лариса Леглик активно удельничала в диалоговых пляцовках с наймальниками избирала пропановы для новой редакции Конституции. Я вижу результат изменений того, что предлагаем мы, предлагают другие представители и профсоюзов, и государственных органов, и рабочие только тогда, когда будут реальные дела и выполнение добросовестно, качественно каждым человеком работы на своем рабочем месте. Как участник собрания, поэтому я, пользуясь моментом, хочу заверить тех людей, которые дали мне эту квоту доверия. Я как раз-то продолжу на своем рабочем месте работу в направлении справедливого разрешения вопросов, как в коллективах, так и тех проблемных вопросов, которые касаются непосредственно одного человека. Пропановы профсоюзов накереваны в первую чергу на развитие экономики, предприемства и працовных коллективов. Рост доходов у граждан и, соответственно, повышение взрыва жизни каждого человека. Не меньше важное – доступное медицинское обслугование и эдукация. Например, на одной из опочных встреч в Оолоковском сельсовете мясцовая улада, профсоюзы и предпринимательники обмерковывали проблемы бизнесу, а властник кондитерской вытворчасти выказал желание створить на предприемстве первичку. Невеликий завод и СНУЕ с 2015 года. Зараз тут працуют около 80 человек. 90% из них погоднились с пропановой уступить у объединения. Просто взял, проанализировал, я посмотрел послание президента, взял, проанализировал, сел, посчитал. И посчитал, что это довольно-таки очень выгодно, потому что у меня есть льгота для работников 25% на оздоровление в санаторно-курортных. При материальной помощи, тогда, когда мы оказываем материальную помощь, через профсоюз знаний облагается налогом. Это тоже своего рода выгода. В принципе, в общих чертах это более чем достаточно. Это перекрывает 1% тех налогов, которые мы платим по профсоюзам работников и считывают из их заработной платы. От профсоюза в Гомельской области на всебелорусский народный сход накируют 65 человек. Это представители экономики и социальной сферы. Как подкреслили в областном объединении профсоюза, уголовное потребование до делегатов, конструктивный настрой на захование и умоцование досягнений в Беларуси. Ганна Крайчук, Ихар Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». На передо дни дня белорусской науки у высшейших навучальных установок в области подвяли выники летошней науковой деянности. У Гомельским державном университете, лепшим международным проектом, признанная белорусско-китайская лаборатория по вакуумно-плазменных технологиях. С ее супрацовниками сострелись наши корреспонденты. Признание высокого узрона распроцовок можно мерковать по тем факте, что керавник лаборатории с белорусского боку Александр Рогачев признан гоноровым гражданином провинции Цзянцу и человеком года Нанкинского университета. Миновита гэта и установа з'является СУЗ-основальником лаборатории. Сейчас китайская наука выходит на первые рубежи. Китайские научные центры имеют уникальное научное оборудование. Выделяются огромные средства именно на оснащение техническое. Ну, к примеру, хороший электронный микроскоп – это прибор, стоимость которого составляет порядка нескольких миллионов долларов. Допустим, Республика Беларусь не может позволить себе такие траты, хотя бы потому, что, в общем-то, у нас нет нужных средств. И поэтому вот сотрудничество с китайскими научными центрами с целью использования их серьезной научно-технической базы является, пожалуй, одним из вариантов успешной научной деятельности в нашей стране. У рейтингу беларуских ВНУ Гомельский Державный Университет займает четвертое место. Сегодня тут працуют 50 докторов и 250 кандидатов на ВУК. На ВУКОВАЙ дейностью на серьезном узровне тут займались еще у часы иснования Советского Союза. Причим, шматлики о распрацовке тогда проводились для военной промысловости. Имели гриф сокретности. Зараз ситуация и иншая, но узровень на працовок по раннейшему застается высоким. Только в минулом году тут реализовали 15 международных проектов. Причим, партнерами Гомельчан часто становились ассусветно-вядомые компании. Выполнили проект с очень известной южнокорейской компанией LG Electronics. Для них были изготовлены специальные стекла, которые сложно подвергнуть царапыванию и так далее, другим воздействиям. Всего международных проектов более 15, из них половина с Российской Федерацией, еще часть, по-моему, семь проектов с Китайской Народной Республикой и по одному проекту Молдавия, Армения и другие страны. Сегодня у Гомеля прошли мероприемства и промеркованные до 110-ти годизня народжения Героя Советского Союза Георгия Склязнева. У 1937-м годзе он первым зурадженцем в области отрымал гэтае званне. Имя Георгия Склязнева другая гомельская середняя школа носить с 1963 года. Гэта у Воголе уникальная установа. У свой час ее скончили адразу три будущие Герои Советского Союза. Георгий Склязнева ты стататрымал у 1929. Спочатку он працавал на мясовом лесокамбинации, а потом знов учился у московским высшим техничным училище. Правда, скончить его не поспел, был на керованы у Нижегородское танковое училище. Лейтенант Георгий Склязнев загинул у 1937-м годзе у Испании у бои подчас обороны Мадрыда. Праз некальки месяцев ему первому зурадженца у Гомельской области было присвоено звание Героя Советского Союза. А прача другой середней школы имя Склязнева носить одна з городских вулиц. По словах супрацовника у областного музея военной славы, обзнакомитым земляку собрано шмат материалов, хоть некоторые моменты его делу, в боевых деяниях все еще застаются неведомыми. Есть обстоятельства, которые описывают непосредственно его гибель, как героическую гибель, вместе с танковым экипажем. Известно место, но тем не менее, не до конца раскрыты какие-то данные. На сайте, например, ОБД Мемориал, где выставляются сканированные документы из архива Подольского и память народа, его страничка закрыта. Хотя ссылка на сайт, в общем-то, на дело архивное, оно и есть. У Гомеля открылась выстава репортажной фотографии под назвой «Ф-10». В проекте приняли удел 10 фотокорреспондентов, которые работают у мясовых СМИ. У экспозиции 180 работ, оформленных в выгляде коллажа. И они дляустровывают значные подеи в жизни регионной краины. Репортажная вздымка один из самых складанных, но в той же час интересных жанров. Аутру с допомогой фотомастатства треба написать целый заповед. Кожный кадр адлюстровывает маленькую историю. Фотографу треба им гненно зарэнтоваться и знайсти, что сте нетиповое у звычайной ситуации. Зауважить нюансы. Для этого фотокорреспондент повинен быть назиральным, глядеть глибейшим остатне и продбачить выник вздымки. Уметь сотни кадров выбрать один маленький шедевр, який зачепить глядача. Название выставки F10, ну 10 это легко расшифровать как количество участников, а F это технический параметр фотографии, это значение диафрагмы объектива. Но я бы еще трактовал, наверное, F как силу из физики, силу десятерых, вот такую сплоченность все-таки. Главный смысл не только, наверное, эмоции поймать, главный смысл в том, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте и красиво это сфотографировать обязательно. А чем репортажная фотография отличается от всего остального? Тем, что в отличие от другой фотографии она может не просто украшать стены, но и помогать людям спасать жизни, решать какие-то проблемы. То есть это очень серьезно все. Ознайомиться с репортажными вздымками можно до 7 лютого в выставочной зале на улице Працоной. Усен на каток. На территории региона працуя больше, як 80 лядовых пляцовок. 24 из них у Гомели. Покататься на коньках можно у лядовым палаце и на открытых катках у районе гостиницы «Турысты» по улице Косарова. За увоходный билет треба дать 5 рублев. На открытым катку прокат коньков каштует 2 рубли, а у лядовым палаце от 2 до 2,5. Подробязную информацию можно отримать на офицейном сайте установы. Открытые катки працуют кожный день с 10 до 22 хаден. У Беларуси в ближайшие дни пройдет отлига. По прогнозах синоптиков у наступные сутки чекается снег вместо с дождем. На дорогах гололедится. Температура поветра у ночи складе до 13. Мороза у день от 0 до минус 2. У пятницу будет без опадков. У день ступок термометра уздымится до плюс 3. На выходных макчим и дождь. У неделю чекается до плюс 5. ГТА так сама иншая новинная информацию об проектах телерадоокампании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Гомельский областной суд продолжит рассмотрение уголовного отдела об убийстве 53-летнего жителя агрогородка Лясковича Петриковского района. Напомним, фигуранты уголовного отдела двое мужчин 30 и 40-летнего возраста, у которых имелись давние обиды на свою жертву. Одного из них неприятель раньше избил, а другом распространял некорректные слухи. Мужчины решили расквитаться с обидчиком. В мае 2020-го, будучи пьяными, они пришли к сельчанину в гости, выманили его во двор, избили, а затем обманным путем отвели на окраину агрогородка и утопили в миллиаративном канале. Обоим предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц. За минувшие сутки в жилом секторе Гомельской области произошло 8 пожаров. Обошлось без пострадавших. Во всех случаях вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В Речице горел деревянный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю. В том же райцентре произошло ЧП и по улице Калинина. В результате возгорания повреждена крыша деревянного жилого дома. В Рогачевском районе владельцы ликвидировали возгорание до прибытия спасателей. Повреждены потолки, стены и имущества. А в Жлобине по улице Солнечный пожар произошел в кирпичном гараже. Огонь повредил кровлю и имущество в постройке. В Гомеле водителю потребовалась помощь. Ее оказали сотрудники ГАИ. Автомобиль гомельчанина заглох на улице Жукова. Проезжавшие мимо сотрудники межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска ГАИ УВД Гомельского облсполкома остановились, чтобы оказать помощь. Благодаря совместным усилиям транспортное средство смогло продолжить движение. Еще одно происшествие произошло в Жлобине по улице Карла Маркса. У водителя автомобиля Пежо в пути следования закончилось топливо. Сотрудники ГАИ оказали водителю помощь, помогли откатить транспортное средство до автозаправочной станции, где владелец машины смог залить топливо в бак и продолжить дальнейшее движение. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись очередные поединки. Гомель-2 вновь проигрывает разгромно. На этот раз рыси на выезде были биты столичным юниором. В первом поединке хозяева взяли верх со счетом 14-2, во втором 17-6. Гомельчане сейчас замыкают турнирную таблицу. Фарм Жлобинского Металлурга привез одну победу из Бобруйска. Столивары после поражения в первом поединке 2-3 на следующий день взяли реванш 8-7. В таблице высшей лиги Металлург-2 занимает четвертое место. Футбольный клуб Гомель обнародовал даты ближайших товарищеских поединков. 23 января зелено-белые в крытом футбольном манеже стадиона «Алуч» в Гомеле сыграют с Мозырьской славией. 30 января в Могилеве запланирована игра с местным Днепром 6 февраля с Витебском. В Минске состоялись республиканские соревнования по греко-римской борьбе памяти Олега Марковского и Николая Ивашко. Золотую награду на турнире завоевал гомельчанин Глеб Макаренко. Кроме того, представители нашего областного центра в четыре раза поднимались на третью ступень пьедестала почета. Бронзовыми призерами стали Никита Болотцев, Денис Болотцев, Александр Савицкий и Иван Сувалов. Определились победители областных олимпийских дней молодежи по волейболу среди юношей и девушек 2004 года рождения и моложе. Состязания среди девушек прошли в санатории «Золотые пески» под Гомелем. Победила команда из Мозыря. Далее расположились жлобинские спортсменки. Бронза у гомельчанок. На четвертой позиции команда Гомельского района. У юношей первенствовали воспитанники Гомельской из Дюшор Энергия. Второе место у команды Кармы. Третье у жлобинчан. Лучшие команды представят наш регион на республиканских областных олимпийских днях молодежи. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.